Итак, сегодня мы увидим два полуфинальных поединка в категории до 85 килограмм. И очень приятно вам представить первый полуфинал, в котором мы увидим спортсмена из России Артёма Левина, который будет встречаться с Джейсоном Виннисом из Нидерландов. Артём Левин является действующим чемпионом мира по тайскому боксу. Также очень успешно он выступает в поединках по кисбоксингу, пока один. Ну и мы видим его соперника, Джейсона Винниса. Достаточно хороший профессиональный рекорд у него. Но мы видим, что не так много нокаутов, что говорит о том, что, видимо, не очень бьющий спортсмен. Будем надеяться, что... Про Артёма Левина мы как раз этого не скажем. У Артёма очень хороший удар. Вы видите, 45 побед, из них 33 нокаутом. Здесь, наверное, не стоит... ...говорить о том, что... ...Артём, кроме того, что является чемпионом мира по Мау-Тай, еще и является также чемпионом Европы по кикбоксингу. Маркус Розалес, рефери этого поединка. Напоминает о нюансах правил. Стоит, наверное, сказать о том, что... ...три раунда по три минуты... ...длится поединок. В случае, если... ...судьи не пришли к единому мнению и... ...равенству очков, может назначиться дополнительный раунд. Итак, полуфинальный поединок. В категории до 85 килограммов. В рамках профессиональной серии Golden Glory Grand Prix. Хорошо с задней ноги атакует Артём. Попадает, попадает голландец. Левый боковой. Хорошо, что... ...не в челюсть. Здесь, наверное, чуть повыше, конечно, руки добежать. Удары коленями, разумеется, разрешены. А вот удары локтями... ...здесь запрещены. У Артёма действительно стойко. Он был, что... ...стайского бокса. Спортсмен. Его соперник, наоборот, более классическая. Таким боксерская. Хорошо сейчас обмен ударами. Попытка ударив коленом. Пришлась по защите. Левые боковые удары, к сожалению, от голландца Артём пропускает. Слава Богу, ещё раз повторюсь, что неударный... ...неударный боец. Нету тяжести в кулаках у голландца. Хорошая попытка удара в печень. Дело в том, что удары по печени иногда бывают накопительный эффект. Не всегда проявляются сразу. Достаточно низко держит Артём руки, поэтому периодически Джейсон Виннес достает его, но достает без акцента. И видимого ущерба Артёму эти удары не приносят. Хорошие лоуткики. Попытка ещё раз пробить коленом. Пока что ещё не доходит. И вот ещё раз удар в печень демонстрирует Артём. Очень уверенно себя ведёт в ринге. Контролирует ход поединка. Видно, что... Артём знает, что он делает. Здесь, конечно, надо всё-таки не забывать про то, что слишком низко, наверное, руки не стоит опускать. Периодически голландец всё-таки попадает. Очень хороший бой. Здесь, по итогам первого раунда, не вызывается преимущества Артёма Левина. Очень приятно. Подписывайтесь. Выживайтесь. Красив SiemPoint. Самый Б� жертв. tieotte строй late Присклона Тем minutes Мы видим на заметном повторе, что удар коленом, попытка вроде бы пришла на защиту, но в принципе, в любом случае, такие тяжелые удары, они, конечно же, бесследно не проходят. Хорошо обрабатывает печень Артем, работает по разным уровням. Хорошая, плохая рубка на ближней дистанции. Выцеливает Артем. Видно, что не хочет он, видимо, доводить дело до судейских записок. Нацелен он на удар, нацелен на нокаут. В общем-то, его статистика, его побед, говорит о том, что вариант такого развития событий очень высок. Хороший удар с задней ноги. Хорошую технику демонстрирует Артем. Видите, когда голодница такуют, Артем подшагивает, но в результате все удары не попадают в цель. Удары коленем, но очень хорошие. Еще раз говорю, что удар коленом такой тяжелый, что даже если приходится на защиту, в любом случае, он носят плоды. Профессиональной серии. Здесь, наверное, стоит также сказать, что это первый полуфинальный поединок. В втором полуфинале будет встречаться Кенда Шинитсу из Японии с Джо Шинитсом из Соединенных Штатов Америки. Третий раунд. Обнимаются соперники. Вот всегда приятно видеть такие знаки уважения друг к другу. Людей, которые занимаются боевыми искусствами. Это вот настоящие такие спортсмены. Появления лучших этих качеств. Такие как уважение к соперникам. Снова отметим удары коленями в исполнении Артема. Артем значительно выше. Наверное, стоило бы больше работать руками. Он очень хорошо чувствует дистанцию. Зачастую проваливают голландцы. Дело в том, что боксеры, кикбоксеры очень сильно, в любом, наверное, боевом искусстве, очень сильно устаешь, если не попадаешь по своему сопернику. Работаешь полостую. Внимает голландец, что проигрывает. Такой хороший левый, правый удар сейчас боковой. Голландец занимается. Я думаю, это стоячий нокдаун был. Продвигает Артем. Голландец заработает. Оказывается, готов принимать его удары. Мне кажется, голландцу не до этого. Голландец думает, как бы выстоять. Еще раз. Левый боковой он пропускает в разрез. Здесь нельзя сказать, что это было равных соперников. Здесь Артем Левин, безусловно, на голову выше и лучше своего голоса Лизави. Голландцы сейчас одна только задача выстоять. Ну, работа на публику. Не знаю, по-разному здесь можно относиться к этому. Не забываем, что дело происходит в Соединенных Штатах Америки, где публика всегда с благодарностью такие элементы встречает. В Америке любой профессиональный спорт – это прежде всего шоу. Ну что ж, третий раунд закончен. Никаких у нас сомнений нету в победе россиянина. С чем его и всех нас, наверное, стоит поздравить. Такие замечательные бойцы есть в России и с честью отстаивают свою страну за рубежом. Артем пошел поблагодарил своего соперника. Все, тут даже, можно сказать, по лицу видно, кто одержал победу. Все-таки надо послушать судьбу. Да, единым решением судей с большим преимуществом победу одержал Артем Левин. Ну и следующий поединок – Генгу Шинитсу против Джо Шиллинга. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова